Денис, приветствую тебя. Привет. Сразу небольшое информационное сообщение. Я думаю, что следующий эфир у нас уже с тобой, с моим участием, состоится в январе. Так получилось, что на пару недель, я тоже думаю, надо отдохнуть, обсудить самим собой то, что на финансовых рынках происходит и так далее. Я думаю, что и к январю, в принципе, на рынках появится какая-то ясность. И уже вернемся в новом году, посмотрим, что будет с долларом и так далее. Сегодня тебе, я понимаю, что ты прямо сейчас спешишь. Большое спасибо, что смог найти несколько минут. Сегодня нужно посмотреть на фунт, Денис, потому что вроде бы как то, что удалось выудить со всех СМИ, которые я анализировал, то, что сегодня будет соглашение по Брекзиту. То есть для кого-то это очередной дедлайн, который совершенно ничего не значит. Таких дедлайнов было очень много. Но я думаю, что в этот раз все-таки рынок максимально близок к реально вот этому долгожданному исходу, потому что завтра уже Рождество. Времени точно уже нету на то, чтобы откладывать на потом куда-то эту сделку. И вот последняя новость о том, что в 14.00 по московскому времени будут подробности по сделке, то есть есть сделка или нет. Хотя в других источниках отмечается, что еще до двух часов, то есть до 14.00 по московскому времени будет какая-то конкретика. Короче, движуха, Денис, может начаться в любой момент, прям в любую секунду. Не удивлюсь, если вот прям пока мы с тобой вещаем, фунт стрельнет на несколько фигур, правда, неизвестно в каком направлении. Я сегодня предлагаю нам с тобой еще раз обратить внимание на то, что сейчас творится непосредственно в паре фунт-доллар, и при необходимости, если ты видишь какие-то предпосылки для этого, скорректировать ожидания, еще раз дав рекомендацию тем трейдерам, которые вместе с нами следят сейчас за тем, что на финансовых рынках происходит. Ну, давай начнем тогда с меня, с небольшой прелюдии, долларовой прелюдии. Традиционно мы разбираем каждый наш с тобой совместный эфир, что происходит с американской валютой, индекс доллара. 90.12, как мы с тобой ранее предполагали, до боя более низких значений, с небольшими коррекциями, все равно продавцы перехватывают инициативу и возвращают индекс доллара все ниже и ниже. Справедливый уровень для этого инструмента гораздо ниже отметки 88 пунктов, это минимум 2018 года. Сейчас одной из главных новостей на финансовых рынках является то, что Трамп фактически заблокировал прохождение пакета фискальных стимулов через ВЕТА. Он, правда, наложил ВЕТА на расходы на госучреждения, на общий пакет в 2,3 триллиона долларов. Ну, вот вся фишка в том, что в этот пакет включен фонд помощи для домохозяйства на 900 миллиардов долларов. Поэтому я предлагаю все-таки называть вещи своими именами. Он наложил ВЕТА на пакет стимулирования, который должен был бы разойтись, как горячие пирожки через чеки на повышенные пособия по безработице и единоразовые выплаты. И американцы не дождутся этих чеков теперь до конца этого года. Будут с меньшей ликвидностью в карманах, скажем так, встречать рождественские праздники. Для доллара, по идее, это могло бы стать фактором, из-за которого его курс мог бы восстановиться. Но хорошо то, что сейчас все-таки в лидерах продавцы. Я думаю, что даже по текущей динамике уже совсем очевидно, что индекс доллара будут тащить все ниже и ниже. Что касается британской валюты, повторюсь, что новости по Брекзиту, потому будет сделка или нет, потому как дальше будут развиваться отношения между ЕС и Англией, может появиться на рынках в любую минуту. Я не буду противоречить тому, что я говорил ранее, Денис. Собственно, я делал акцент на то, что все-таки британская валюта – это тот актив, который является уязвимым, поскольку есть риск того, что жесткий Брекзит все-таки станет наиболее реальным сценарием. Вроде бы по рыболовству как договорились, но есть еще вопросы, которые определяют конкуренцию, какие-то отдельные взаимоотношения по именно товарообороту. По ним компромисса все еще нет. Я рассчитываю на принципиальную позицию Джонсона, которая не позволит сейчас Европейскому Союзу помыкать, манипулировать Англией даже вот из-за ковидной темы. И рассчитываю на то, что Брекзит будет все-таки жестким. Поэтому я предлагаю сделку селл-стоп с уровня 1.3450, как раз в расчете на то, что если пойдет снижение, британец улетит гораздо ниже этого уровня, потому что диапазон хода, как вот многие прогнозируют после новости, может составить от 300 до 500 пунктов. И еще один актив под закрытие года – это золото, которое я предлагаю выкупать по мере тестирования и коррекции этим инструментом к отметке 1.850-1.860 с целями выше 1.900 долларов за тройскую унцию. И здесь, как и ранее, уже много раз я делал акцент на то, что главный фактор поддержки – это ожидание мер экономического стимулирования. Если не под конец этого года, то в начале 2021 года точно новости об этом будут. Денис, слово тебе передаю. Так, слово взял. Сейчас. О, отлично, должно быть видно. Фунт, на самом деле, знаешь, мне напоминает уже старую Кохму, что можно бесконечно смотреть на три вещи – как течет вода, как горит огонь и как Британия выходит с Европейского Союза. Поэтому, да, возможно, конечно, и в этот очередной раз они что-то там попытаются договориться, но мы уже неоднократно, точнее, не один десяток раз все это помним, видели, слышали. В целом, я фунт, у меня многие спрашивают даже, а почему ты фунт смотришь только на продажу? А как его смотреть еще на покупку с таким сопляжуйством, по-другому просто это никак не получается называть, которое сейчас происходит? Поэтому фунт меня, конечно, неприятно вчера выбил вот этой вот шпилькой. Я, правда, не ожидал, что он настолько, попытаясь скорректироваться. Хотя, знаешь, что самое парадоксальное? Если посмотреть даже на футпринт внутри подобной шпильки, то у нас просто здесь огромнейшая лимитка была на продажу. Она была по цене 1.35.37. Вот просто огромная, аж торчит данный АСК. Это селл-лимит как раз здесь находился. И точное вливание при, скажем так, обычных условиях на рынке подобные вещи просто шикарно отрабатываются. Я действительно не побоюсь этого слова, реально шикарно. Вот по фунту черт знает, что происходит, честно, в последнее время меня он уже порядком раздражает. Вот, поэтому с учетом структуры движения, я сказал несколько вариантов, что дадут перехай, могут даже сказать там, что мы договорились там обо всем, бла-бла-бла, а потом скажут «но» и фунт в обратную сторону. Такое тоже у нас уже бывало. Поэтому не хочется, конечно, абсолютно нет желания гадать, что там с ним будет. Я лишь вижу стратегически важный уровень в районе 1.36.60. Вижу, что сюда попадает маржинальная зона. И в целом я все-таки склоняюсь к варианту, что вот эта вчерашняя свеча, она была все-таки кульминационной. Просто сейчас по инерции еще протаскивают его именно на вот это все информационное, в общем, на инфо-вбросе. Его еще протаскивают. Но в целом я все равно исключительно за шорт. Уровни здесь в качестве пробойного вниз. Вот я посмотрел 34.50, но, если честно, я не увидел, что там на этом уровне. Возможно, имелось в виду нижняя граница данного опорника, может быть. Но, блин, пока я в плане пробойных бы не стал работать. Крайне опасная такая затея. А вот когда уже добьет вверху, там хотя бы 36.50, там уже, смотреть, возможно, повторный объем появится, только потом он свалится. Но я в любом случае только за продажи по фунту. Я не вижу на нем никакого позитива. Да и в целом в Европе уж тем более никакого позитива для каких-то среднесрочных покупок. Что касается индекса доллара, здесь у меня с начала недели было такое впечатление, что, во-первых, он движется в рамках нисходящего канала, достаточно красиво движется. Во-вторых, как по мне, то не хватает все-таки еще добоя вниз, потому что те свечи, которые потенциально пытались быть откупными, их, по сути, протолкнули вниз. То есть цена протолкнулась в любом-то случае. И при таких комбинациях частенько бывает обновление минимума, а потом уже цена только выстреливая, и выстреливает в обратно. Но так в целом, я думаю, что рынок достаточно сильно вот и фондовые рынки уже перегреты. Плюс сейчас пакет помощи, ты уже говорил об этом сегодня, то есть его как бы и одобрили, но в то же самое время еще и не получили. Поэтому я думаю, это все отложится, то есть дальнейшие перспективы фонда отложатся на следующий год. А сейчас нас, скорее всего, будет ждать коррекции на фонде, хотя я лично ее жду, потому что у меня большое желание закупиться хорошенько, пока IPO новых нет. И в то же самое время по индексу небольшое восстановление взят. Но единственное, что с текущих как-то мне не очень, если честно, это нравится. Хотя многие технори там скажут, тут треугольник формируется и так далее. Но треугольник такая фигура, которая видоизменяется в прямоугольник одним легким движением свечи. Так что в идеале вот такой вариант вы увидите по индексу. И касательно золота, я на все 100% тебя поддерживаю. С начала недели у меня точно такое же было мнение. Вот на вот этой шпильке то же самое было, то есть когда цена протестировала область зоны покупателей, плюс ко всему 1-2 маржинальная зона поддержки. Ретест сделала как раз вчера. Ну и собственно я за движение вверх 1933 и 1966 это мои основные цели. Вот поэтому золото мы с тобой единогласно. Ну и не только по золоту в целом, по американской валюте тоже и по фунту. Да, в целом согласен. Просто здесь по баксу еще не совсем понятен момент вот этого добоя. Ну в идеале хотелось бы его увидеть. Ну и по фунту, правда, кроме как шорта, но не вижу другого расклада по этой структуре. Совсем прям. Денис, спасибо тебе большое за комментарий. Больше тебя не задерживаю. Еще раз сегодня следим за тем, как развиваются события в Англии касательно Брекзита. Смотрим за фунтом. Я понимаю, что предрождественский день. Кстати, и сам факт того, что этот день низколиквидный может добавить еще как бы... Ранее закрытие рынка будет сегодня. Да, поэтому на любую новость эффект реакции на эту новость может быть помножен в несколько раз. Следим за загрузкой депозитов, за правилами риск-менеджмента, друзья, это сейчас очень важно. Денис, тебе классного закрытия этой недели, в целом года и до скорости. Спасибо тебе. Пока. С Новым годом наступающим. Пока-пока. Пока.